Светлый привет, друзья! Новости на светлой стране можно также найти на Дзен. Подписывайтесь. Здесь мы видим светлое даже в плохом. Ребенок двух пап. ЕС навязывает в Польше гнилую идеологию ЛГБТ. ЛГБТшники помогут нам еще лучше понять всю теплоту семейных отношений дружной европейской семьи. Для благочестивой Польши, кое она себя считает, похоже, настал момент расплаты за щедрые денежные подарки от ЕС. Цитирую. Блокирование средств станет постоянным инструментом Брюсселя для дисциплинирования Польши, для навязывания своих идеологических установок вплоть до полного лишения суверенитета и подчинения. На этот раз речь идет об однополых извращениях. Еврокомиссия хочет заставить нас признать, что ребенок, родившийся и выросший в Польше, может иметь двух пап. Поляки напряглись после желания ЕС лишить их права самим решать, что такое семья, навязав новые стандарты однополых родителей. Послушайте, о каком моральном падении уже идет речь у цивилизованных поляков в статье. Ситуация выглядит так, когда пара геев купит яйцеклетку, закажет услугу оплодотворения, а затем услугу родов, для этого сдаются в аренду матки суррогатных женщин. Эта пара сможет вписать в документ ребенка, что захочет, в любой конфигурации, что Богдан является матерью, или что у ребенка две матери, Богдан и Тадеуш. Могут быть любые варианты, без надлежащих бумаг иметь ребенка распоряжаться им сложно, поэтому ЕС хочет облегчить жизнь таких владельцев. Ну как вам терминология? Как вам цивилизованное днище дискуссии? Детей превратили в товар. Это паскудство описывает их СМИ, не наша пропаганда. Вы слышите? Сдаются в аренду матки. И в завершении цитаты для хранящих романтическое представление о праве в ЕС. Решения могут быть любыми, и они будут зависеть от прихоти еврократов, тактических соображений и внутренних интриг, кумовства и протекции. Заметьте, это не про Россию, а про современную Европу. Если человек идиот, то это надолго. Ветер в спину, рвущимся в ЕС. Как евродепутаты-коррупционеры уличали Орбана в коррупции? Как-то в последние дни кучно прилетает ЕС. Вместе с французским Бульвар Вольтер знакомимся с ярким водевильным сюжетом. Название ему взяла из англо-СМИ спайкт. Евросоюз прогнил до корней. Сюжет. Сливки европейской элиты оказались мощнейшими коррупционерами. Главной роли Ева, вице-президент всего парламента ЕС. Среди действующих лиц полно заслуженных деятелей Европы. Один ранее возглавлявший подкомитет по вниманию правам человека, а ныне руководит организацией с названием... Не смейтесь. Борьба с безнаказанностью. Я не шучу. Борец с безнаказанностью оказался вороватым по-крупному. Кроме него в совете этой организации работала Фредерико Могеллини, та, что предшественница Борреля-садовода. Кроме них в лучи софитов попало еще много цитуловных европейских политиков первого эшелона. У задержанных изъяли наличности мешками. Но иронию выдавили в другом, в том, что все они были самыми ярыми обличителями коррупции в Венгрии Орбана. А у меня вопрос, какое вообще моральное право имеют эти европейские клоуны и заштатные актеры дешевой самодеятельности указывать и поучать другие страны, как им жить и во что верить? Путин доказал, что Человеком Года является он, а не Зеленский. Издание Ашарк Аляфсад из Саудовской Аравии размышляет над решением журнала Time назвать Зеленского Человеком Года. Цитата. Президент России Владимир Путин стал Человеком Года по версии Time в 2007 году. Но факты свидетельствуют о том, что на сегодняшний день он является самым влиятельным человеком в мире. И это не зависит от нашей моральной оценки или политической позиции в отношении его действий. Нельзя отрицать ни влияние Зеленского, ни его роль в украинском конфликте. Но если посмотреть непредвзято на происходящее на мировой арене, то становится очевидным, что Человек Года это Владимир Путин, поскольку он оказывает наибольшее влияние на ситуацию в мире. Всегда нужно смотреть и слушать, что я говорю. Неинтересно, значит, пожалуйста. Далее автор так завершает свою статью. Решение назвать Зеленского Человеком Года является частью западной пропаганды. Путин в 1922 году оказал больше влияния на мир, чем в 2007 году. Речь идет о его влиянии, устойчивости и других факторах. Такое мнение у ключевого игрока арабского мира. Нью-Йорк – великий город, которого больше нет. Вашингтон Таймс скорбит по былому роскошеству финансовой столицы мира. Видно, американский журналист Кэл Томас вспоминает, на улицах города почти не было мусора, за исключением тех моментов, когда мусорщики устраивали забастовки. И, что гораздо важнее, там не было преступности. Все это в прошлом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... От горюющего Кэла мы узнаем об официальной статистике бегущих из города. 300 тысяч каждый год. Причина, цитирую. Тенденция объясняется высокими налогами, преступностью, а также ростом стоимости аренды квартир и жизни. Отсюда уезжают даже полицейские. В этом году штат покинул 831 полицейский. Мы, наконец, попали в назначенное место, в среднюю школу Лос-Анджелеса. От Кэл достался и Лос-Анджелесу, из которого, согласно исследованию Редвин, убежало рекордное количество горожан. Причина? Цитирую. Огромное количество бездомных, попрошаек и грязи на улицах делает крупные города еще менее привлекательными. Это правда! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 как те кто превратил свои города филиал ада на земле лезут поучать других как надо жить это с них на заставляли брать пример нет уж убогие мы как-нибудь сами на что теперь готовы британки из-за кризиса из моих прошлых новостей вы уже наслышано о том что в некогда великой британии регулярно мыться стало дурной привычкой экономия все такое история с изменением поведения бритов имеет свое продолжение в репортаже гарден интересно слушайте в британии жители организуют центр взаимопомощи и благотворительные магазины с бесплатной продукцией самый ходовой товар там детское питание подгузники и средства женской гигиены жить стало так дорого что женщинам приходится экономить и использовать старые носки для личной гигиены получается что в британии граждане теперь смогут примерить на себя жизнь тех кого их страна десятилетиями втирала демократию и свободу оставляя после себя руины и стоны читаем дальше детское питание стало очень дорогим мы слышали истории женщин причем это законопослушные женщины и они были вынуждены края детское питание что поражает что речь идет о работающих женщинах слушайте мы слышали такие истории от женщин которые пользуются тряпками старыми носками и другими такими вещами простите я понимаю что это такие личные подробности но это ведь абсурд наше время правда и это бесит скажу на камеру чтобы власти великобритании услышали а ведь практически все эти женщины имеют работу вы что такого не может быть нам ли берда рассказывала что если мы будем хорошо себя вести то будем жить как в англии она нам надо мы лучше носочки на ножках будем носить как и положено для чего сша используют украину в войне с россией с глава цру беззастенчиво и цинично крушит светлые демократические образы цели участия сша в конфликте на украине слон в посудной лавке поясняет что после их позорного провала в афганистане по самолюбию сша не отоптались только пришельцы и русалочка поэтому гегемону как воздух нужно восстановить образ ведущей сверхдержавы по мнению царушника украинцам подвернулись под руку очень вовремя цитирую поддержка украины крайне важна особенно после вывода наших войск из афганистана чтобы показать что штаты могут и будут главенствовать и в мире что у них есть желание это сделать украинцы отличные работяги по мнению белых хозяев они лучше чем афганцы генерал продолжает цель участия сша в украинском конфликте закрепить за собой позицию ведущий сверхдержавы мира вы понимаете чьи это слова это главный разведчик сша политическая элита который точно понимает что он говорит и он точно не городской сумасшедший к словам которого можно не прислушиваться приходится только сожалеть что украинцы готовы приносить себя в жертву ради укрепления власти геронтократии который гниет так сильно что у себя на родине в городах уже не способны убирать мусор с улиц сломает ли персидская нефть за юаней гегемонию доллара в турции наблюдают как саудиты и китайцы глумятся над стареющим вместе с байденом долларом саудовская аравия крупнейший в мире экспортер нефти отказалась не только от цирка с потолком на нефть но и согласилась торговать с китаем в юанях вскрикнув от боли байден скрикнул и второй раз когда узнал что катар поступил также в отношении жирного газа турки пишут однако такой ход можно беспокоить сша которые внимательно следят за экспансией китая в их традиционных сферах влияния в регионе также статье приводится осуждающая китай реакция штатовцев на происходящее подобное является примером попыток китая расширить влияние в мире да должно быть неприятно высокомерным наблюдать за тем как китайцы и арабы на пару раздевают великих но комизму происходящему грабителя грабят это точно добавляет украина оставляет другие страны без гуманитарной помощи американское издание рассказала что помощь украине гуманный запад оказывает в ущерб миллионам да да вы не ослышались миллионам людей в мире цитирую в беднейших охваченных конфликтами регионах мира отчаянно нуждаются в помощи свыше 300 миллионов человек половина из которых дети но такое чувство что с началом конфликта на украине они больше не в приоритете слышите 150 миллионов умирающих с голода детей из-за украины больше не в приоритете у человечного запада которому дорога каждая человеческая жизнь лицемеры международном красном кресте бьют в набат очень важно чтобы поддержка беженцев с украины не оказывалась за счет миллионов других беженцев и людей оказавшихся в кризисной ситуации по всему миру беднейшие граждане словно наказаны дважды сокращением помощи и вычетом средств на размещение украинцев и еще цитата сообщается что свои расходы на украинцев дания оплачивает за счет обещанных ранее 50 миллионов крон сирии 70 миллионов для мали и 100 миллионов для бангладеш по данным ассоциации согласия куда входит 81 организация гражданского общества швеция при распределила свыше четырех с половиной миллиардов шведских крон предназначенных на иностранную помощь можно себе представить отчаяние бедных стран которые рассчитывали на эти деньги чтобы кормить своих детей представьте сколько бед для мира создали сша в своей жажде удержать власть над миром любой ценой а все что нужно было уважительно относиться к безопасности нашей страны как сделали это мы в карибском кризисе в отношении самих сша когда мир стоял на грани мировой войны получается что лидеры советского союза оказались более умными человечными чем те кто сейчас рулит в штатах дешевый газли европы после войны иллюзия австрийское издание делится с нами мыслями покидающего свой пост гендиректора энергетического концерна энерджи аг штайникера вот его австрийская кручина даже если война закончится энергия не сильно подешевеет не нужно питать иллюзий по этому поводу даже в мирной европе газ уже не будет такой дешевый как раньше европа закупать жижный газ в сша в дорого в долгосрочной перспективе дорого и по принципу бери или плати на 20 лет в любом случае за это придется заплатить господин штайникер беспристрастно свидетельствует о тупоумии еврочиновников и их вассальном положении обслуги сша цитирую сша заинтересованы в том чтобы боевые действия продолжались так как они зарабатывают на спг ослабляют россию зарабатывают на вооружении и препятствуют сближению россии и европы тоже подсак ты подсак ты подсак и он подсак а я чатланин и они чатлане так что ты цак надень и в пепеласе сиди ясно друзья все это для нас отличный урок что судьба вассала всегда ничтожна и позорно за чертой бедности 55 процентов украинцев тем временем украинские вести вещают мрачные вести по данным нацбанка падение ввп украины в двадцать втором году составит 31 процент инфляция в двадцать втором году удержится в пределах 30 процентов всемирный банк прогнозирует что концу двадцать третьего года 55 процентов населения украины будет жить за чертой бедности показатели прошлого года два процента а нынешний 25 критерием определения абсолютной бедности является прожиточный минимум сегодняшний день на украине он составляет 2500 гривен цитирую слова эксперты статьи согласно официальным данным бедность это когда люди живут менее чем на 2 доллара в день показатель для украины с учетом конфликта и коммунальных услуг должен быть минимум 3 доллара то есть выходит что доход на одного члена семьи должен быть минимально 3600 гривен в месяц наши пенсионеры с минимальными пенсиями и многодетные семьи практически все живут за чертой бедности статьи сокрушаются тому что западная помощь поступает в виде суда не халявных денег если все финансирование и дальше будет поступать в виде суд долг вырастет до более чем ста процентов годового экономического производства и это время может задержать расходы на восстановление после конфликта опять вспомнила сейчас порошенко животно радующегося тому что на донбассе дети сидят по подвалам без воды и света пока на остальной украине есть свет и вода и дети идут в школу а что аудитория она ему руку плескала россия собрала около 150 миллионов тонн зерна друзья поздравляю всех нас рекордным урожаем зерна 150 миллионов тонн уже собрано в двадцать втором году для того чтобы понять значимость нашей победы и наполнить вас чувством гордости я напомню вам историю в ссср рекордным годом стал 78 год тогда весь советский союз состоящий из 15 республик собрал 127 миллионов тонн больше никогда огромная страна не собирала такой объем сегодня одна россия собрала 150 миллионов тонн и это при том что в конце двадцатого века наша страна десятилетиями была вынуждена закупать зерно за границей ежегодно расходуя на это до 15 процентов золотого запаса страны когда спрашивают а что хорошего при пути не сделано просто показывайте фотографии полок магазинов начала 90-х по концу забыли как обувь могли купить раз в три года в 90-х это по приглашению цитирую министр сельского хозяйства объем и ассортимент продукции позволяют нам насытить внутренний рынок даже без использования механизма так называемого параллельного импорта предварительно доктрина прод безопасности будет исполнена по зерну мясу рыбе растительному маслу и сахару максимально приблизимся к ориентирам по овощам и картофелю а в рамках союзного государства вместе с белорусской продукции достигнем полной обеспеченности по молоку огромное спасибо нашим аграриям труженикам села спасибо вам за восстановленную независимость и достоинство великой страны подарок украинцев взорвался в руках шефа полиции польши польская сми рассказала что наследники великой цивилизации а согласно словам ющенко украинцы диктовали демократию европе когда европа жила в пещерах мы украинцы жили в белых домах на этот раз оживили дохристианский сюжет помните вергилия бойся донается в дары приносящих шеф полиции польши оказался в больнице после того как в своем кабинете передвину преподнесенный ему украинцами подарок гранатомет из которого якобы был уничтожен танк орков украинцы убедили поляка что сувенир абсолютно безвредный странно что после того как умелые ручки украинских ракетчиков убили двух поляков с трактором главного правоохранителя польши не сработал инстинкт самосохранения это профнепригодность в итоге гранатомет в руках поляка пробил два перекрытия здания и повредил три помещения к счастью на этот раз украинский подарок людей не убил шеф полиции проходит как свидетель цитирую расследование касается непреднамеренного возникновения взрыва угрожающего жизни многих людей наказывается лишением свободы на срок до пяти лет бойся упоротых дары приносящих а у меня на этом все ваш проводник светлой стороне катерина лоренс до новых встреч благодарю вас за поддержку и не забудьте подписаться а вот как один из есовских дипломатов отзывается о происходящем сильное разочарование так как польша ставит под угрозу помощь украине блокируя минимальную ставку налога еще одна ситуация захватом заложников с интересом ждем данные что именно польша отжала шантажом для себя от любимых родственничков а у меня на этом все ваш проводник светлой стороне катерина лоренс до новых встреч благодарю вас за поддержку и не забудьте подписаться и и Продолжение следует...